Сейчас меня прекрасно поймут автолюбители. Началась жара, пробки, а тут еще неадекватные водители кричат, сигналят, провоцируют порой даже драки. Как справиться со стрессом за рулем? Будет полезно знать каждому. Ну и чего так нервничать, подумаете вы. Однако, находясь за рулем, адекватные эмоции почему-то заменяются на агрессию, вспыльчивость и желание доказать каждому на дороге, кто тут босс. Казахстанская автотусовка после нашумевшего случая то и дело обсуждала поведение этого рукопашника, но невольно и назрел вопрос, а как все-таки смягчить свой пыл? Да, я видел этот ролик тоже, можно было просто поговорить, я думаю человек бы понял. Стараться с эмоциями бороться с пробками, это нужно очень так легко, просто что-то пить, что-то есть, в телефон посмотреть. Обсуждали и такое мнение, что хозяева именно люкс, авто ведут себя, мягко говоря, вызывающе, поэтому от этих ребят стоит всегда ожидать подвоха. Стереотип неверный, да, то есть здесь от машины ничего не зависит, здесь полностью воспитание, идеологии человека, да, личности. Всегда помогает холодная водичка, хорошая музыка, кондиционер спасает. Другие же пришли к выводу, что это автоледи провоцируют скандалы, мол выражения иногда не подбирают, либо же в правилах ПДД путаются, но и без них прекрасных уже никуда. Мы такие же водители, у парней намного больше аварий в этом плане. Если конфликтуют парни, то девушка может уладить конфликт мирной беседой всегда. Конечно, отказаться совсем от личного транспорта не каждый может себе позволить, да и в автобусах от жары и давки люди тоже не комплиментами сыплют, так что если стрессуете вы, то это не то качество, которым нужно всех одаривать. Яна Пучкова-Ганикалуев, новости ревю.